Друзья, всем добрый вечер! Это Татьяна Никифоровна из Железногорска. Ну, теперь уже, наверное, с криком отчаяния, поскольку тот оптимизм, с которым я начинала говорить про коронавирус, куда-то исчез. Наверное, потому что я, как и многие люди, находимся в информационном вакууме. Люди элементарно не знают, что делать. Я не буду обращаться ни к властям Железногорска, ни к мэру, который ничего не решает. Я сейчас хочу обратиться к Александру Усу. Александр Викторович, я сегодня смотрела ваше выступление о том, что нужно вводить дополнительные меры. Вы знаете, я не услышала главного. Что вы, как руководитель региона, уже сделали в тот период, когда пандемия захлестнула Красноярский край. Не справляются не врачи, которых все ругают, а не справляются, не справляется система. Что конкретно вы сделали? Разработали какие-то памятки, эту дорожную карту, как вы любите это говорить. Что каждому человеку нужно делать изо дня в день. Если не приезжает врач, на седьмой день поднимается температура, как в моем случае. Что мне пить, что делать? Почему ГОИЧС, предупреждая об ураганах, отправляет всем смс-ки? Почему ГОИЧС тоже самое не разошлет всем людям вот эти памятки? Потому что если не может прийти доктор, то мы хотя бы будем лечиться по этой памятке, разработанной умными людьми, у которых есть медицинское образование. Что нужно сделать нам, людям, которым не приходят врачи? Я вторую неделю болею, ко мне не пришел никто. Я не подписала ни одной бумажки. То есть до юра я могу ходить везде заражать людей. Вчера у меня поднялась температура, сейчас мне тяжело дышать. Видимо, у меня развивается пневмония. Вот скажите мне, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы на меня обратили внимание? Умереть? Ну а по-другому как?